Всем привет, вы на канале GameDob, это игра Pentalar 2.0 и сегодня у нас вторая часть видео ответы на вопросы. Возможно большинство этих вопросов уже не актуальные, потому что уже все кто хотели играть в Pentalar уже играют и новичков уже мало, но все же возможно кому-то это видео будет полезным. Давайте начинать. Первый вопрос. Возможно или невозможно свою профессию изменить? Да, ее возможно изменить, она меняется бесплатно один раз в день до 34 левела. После 34 левела она меняется уже платно, за таллеры кажется. Давайте посмотрим где меняется профессия. Вот смотрите лестница, по которой мы поднимаемся и сверху изучаем скиллы. Под этой лестнице стоит менеджер, Reprof Manager. Вот к нему подходим и в его можно профессию менять. И получается после последних обновлений, после последних обновлений, здесь можно получить один бесплатный билет. Сейчас покажу его вам. Вот. Билет на смену профессии. С помощью этого билета можно профессию изменить на любом уровне, но этот билет бесплатно дается только один раз. Так что используйте его с умом. Второй вопрос. Сколько здесь профессий? Дворянство есть или нету? Геройство есть или нету? Профессия здесь только одна, второй и третий профы здесь нету. Профа берется только на 20 левеле. И все, потом просто с каждым левелом качаются скиллы. Дворянство, нубласа. Вот такого здесь понятия нету. Хотя что-то похожее все-таки есть. Получается нажимаем кнопочку B и есть социальный уровень. В принципе это можно назвать дворянство, потому что не зная до какого уровня социального, возможно до 40 или 30, не, наверное до 40 левела, мы качаем либо вот эти скиллы или вот эти скиллы качаем. Но после какого-то уровня у нас начинают даваться очки, вот центральные очки. Как эти очки назвать не знаю. Давайте назовем эти очки дворянства. Вот за эти очки качаем уже вот эти скиллы. И здесь есть такой баф, который очень нам знакомый, который есть у нубласа. Накладывается на персонажа эффект, позволяющий при смерти сохранить все наложенные усиления. Короче, при смерти все бафы, которые на нас есть, они остаются. Но используется только на себя. В обычной линейке этот баф можно кидать на любого игрока. Но здесь только на себя можно кидать его. Так что можно сделать вывод. Классическое дворянство нублас, который в обычной Ла-2. Здесь такого нету. Ну, какое-то свое дворянство здесь все-таки есть. Нужно качать социальный уровень. Насчет геройства, то здесь такого нету. Здесь даже нету арены. Но синий чат есть, и некоторые новые игроки подумают, что это герои в синий чат пишут. Нет, это не герои пишут, это пишут раса лидер. Его выбирают на выборах, за его голосуют. И помимо Реэла есть еще эти, как они называются, архонты. Вот, вспомнил. Это, получается, помощники Реэла. Он их выбирает сам себе. Следующий вопрос. Как купить премиум аккаунт? Чтобы купить премиум аккаунт, нам нужны талеры. Талеры можно купить за реальные деньги. Получается, один талер, один рубль. Это можно купить на сайте Playdefo в личном кабинете. Там все легко. Или эти же талеры можно купить за игровую валюту. Их часто продают на рынке. И, в принципе, те люди, которые долго играют, вторую премиум уже покупают не за реальные деньги, а покупают за Адену. Покупается она в премиум городе. Подходим к ГГК. Премиум город. В этом городе стоят все торгаши, которые там всякие агатионы. Короче, все, что можно купить за талеры, все продается здесь. Так, вот, заходим в этот город. Вон, другие торгаши там по сторонам стоят. А нас интересует вот этот. У него продается... Так, клацайся, клацайся. Это кремка Охотника. Это, получается, опыт X2. Это SPX2. Дроп X2. Короче, все, что нужно для кача. Стоит он, если на месяц, 270 талеров. Получается 270 рублей. Здесь также можно купить премиум авантюрист. Это, получается, когда мы делаем квесты, мы за квесты получаем двойную награду. В принципе, тоже штука нужная, но можно и прожить без этого. Третья премка, это социальная премка. Это, получается, производство и добыча. У нас будет, по идее, производство всех ресурсов в наших профессиях. Быстрее делаться и будут быстрее качаться. Для тех людей, которые хотят на профессиях, там, не знаю, на создании свитков, на создании банок, на создании СА подыбать бабло, вам, наверное, придется покупать эту премку. Тоже стоит на месяц 270 рублей. И можно купить сразу три в одном, три премки по цене 730 рублей. Ну, немножко дешевле. Следующий вопрос. Как можно посмотреть дроп, что падает с моба? Конечно же, можно зайти и на сайт, на базу данных, и там это все посмотреть. Но зачем нам напрягаться? Все делается намного проще. Нажимаем на моба, зажимаем shift и клацаем на его. Появляется вот такое вот окошко. Дроп лист. И здесь показано все, что может выпасть из этого моба. Вот так все просто. От чего зависит урон по гвардам? Когда мы идем на осаду, думаю, многие замечали, что мы, как бы, вроде бы постоянно качаемся, наш левел повышается, сила урона повышается, но почему-то сила урона по гвардам, она что-то не повышается, а бывает такое, что даже понижается зачастую. Получается, здесь какая система? Чем больше в вашей расе гвардов, каких гвардов? Чем больше в вашей расе постов, тогда у гвардов противника больше брони и больше урона. Так что, чем больше постов, тем вы меньше им урона наносите, и тем сильнее по вам бьют. Также, чем выше у вас уровень, тем брони у гварда больше, и тем урона он по вам больше наносит. Так что, если у нас шмот тот самый, а уровень поднимается, то урон по гвардам не повышается, а понижается, а по вам входящий урон тоже не понижается, а повышается. Так что такое часто бывает, когда какие-то маленькие левела больше урона наносят, чем какие-то более прокачанные левела. Как делать аргументацию в шмотке? В шмотке, оружие и в бижу, и в плаще, и в пояс, и даже, наверное, в наручи можно сделать аргументацию. Это не та аргументация, которая в обычной линейке, где делается аргументация на какую-то стихию. Здесь делается аргументация на что угодно. Вот я делал аргументацию на шанс крита, кажется. Вот там четвертого левела я сделал, и в пассивках у меня появилась пассивка... Сейчас. Вот. Шанс крита четвертого левела, получается, к шансу крита добавилось плюс девятнадцать. Вот снимаем лук. Этой пассивки нету. Одеваем лук. Вот эта пассивка. Эта пассивка идут за аргументацию. Чтобы сделать нам аргументацию, нам нужны камни аргументации. Эти камешки делаются в профессиях. Так, так, так. Где-то зачарование. И здесь. Вот с такого порошка делаются камни аргументации. Там на оружие, на броню и на бижутерию. На оружие там одни пассивки идут, на броню другие пассивки, на бижутерии пассивки. Припустим, нажимаем, выбираем нашего работника, выбираем наш город первый. Там, где вот такая, типа, какая-то субстанция называется. Короче, вот такая, типа, синяя пыль. Выбираем и выбираем, какая нам пассивка нужна. Там сила крита, сила маг, крита, скорость атаки, скорость маг, каста, шанс маг крита, шанс крит атаки. Вот выбираем и делаем. Шанс аргументации 100%. Чтобы сделать максимальную аргументацию на оружие, нужно вставить 375 камней. Чтобы сделать максимальную аргументацию на бижи, нужно вставить 150 камней. И на шмотку максимальную аргументацию, не знаю, наверное, тоже, наверное, камней 150 нужно вставить. Где же брать вот эту субстанцию Для создания камней В городе есть квест Души древности Мы этот квест берем, потом идем в катакомбы И там нам падают камешки Там первого левела аргументация Синие камни Там второго левела аргументация Это после 52 левела Желтые камни, там красные И в конце фиолетовые камни Но мы сейчас рассказываем на примере синих камней И берем квест, идем в катакомбы С 30 какого-то левела По 52 левел Бьем вот эти камни Потом же в этого NPC сдаем этот квест И получаем вот эти Субстанции для создания Камней аргументации Я уже про этот квест рассказывал В видео по квестам Так что там более подробно Сейчас углубляться в это не буду Еще есть один нюанс В разные шмотки Нету смысла вставлять одинаковую аргументацию Припустим мы Я себе убежу вставил аргументацию На повышение маг защиты То я качаю ее по максимуму Только в одной шмотке Там в одном колечке Или в одном ожерелье Уже как бы во втором колечке Ту самую аргументацию Нету смысла делать Потому что она будет только В одном колечке работать Вот мы припустим В одном колечке мы делаем Там повышение Повышение М защиты Маг защиты В втором колечке мы повышаем Количество МП В третьем В третьем И там не знаю В шее припустим Повышаем Реген МП Короче чтобы во всех шмотках Были разные Аргументации Их короче нельзя повторять Потом меня еще спрашивают Зачем я себе в лук Поставил вампиризм Ребята Это не Линейдж 2 Здесь вампиризм На луке работает Так что Кто играет за лучника Ставьте вампиризм Это очень хорошо Помогает для кача Не нужно постоянно Использовать банки Во первых Что это экономия Денег на банках И как бы С вампириком Легко качаться И последний вопрос Как здесь Покрасить никнейм Он как бы Не красится Но со временем Некоторые Замечают Что у некоторых Такой блеклый Никнейм А у некоторых Такой более четкий И более насыщенный Цвет Ника Чтобы это сделать Это Никак В Линейдж 2 Нужно Собирать Реки Чтобы никнейм Посинел Здесь все По другому Никнейм Более Такой насыщенный Цвет Приобретает Тогда Когда мы Повышаем Свой Боевой уровень Чем выше У нас Боевой уровень Тем Никнейм У нас Такой более Сочный Сочный Становится На этом ребята Все На все ваши вопросы Которые вы Спрашивали На стриме И писали В комментариях Я вам Поотвечал Если есть Еще вопросы Спрашивайте Пишите Если Насобирается Их тоже Много Тоже сделаю Еще одно Видео Все Кому видосик Хоть чем-то Помог Поставьте лайк И Всем Пока Па-ба 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 Па Па-ба Па 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 Субтитры подогнал «Симон»